Воды нет. Куда хотите, кручу. Тамара Свирягова воду сегодня носит весь день. Собирает ее женщины и в кастрюлях, и в бутылках, и даже в ванной. Рассказывает, что решила запастись заранее, потому что когда воду включить неизвестно, а готовить еду и мыть посуду надо. Ходили с дочкой в 10 часов ночи в 54-й дом, где детская поликлиника. Мы оттуда набрали воды, принесли домой. Сегодня утром я с 5 часов хожу, сказали, уехала на перезарядку или на что-то. Пусть даже водой заменится. Что, в сестрицу уехала? Вишкоролу? Это не дело. Цистерна сегодня все же приехала, однако люди боятся, что на всех желающих ее не хватит. У кранов постоянно собираются жители дома. Звоню в комитет ЖКХ «Открытые Казани». Никто трубку, час, номер 590-04-26, никто трубку не берет. Позвонила в водоканал опять, говорю, у нас такая ситуация, помогите, 500 с лишним квартир. Она мне говорит, люди работают. Я говорю, я с палочкой прошла, посмотрела, ни одного человека нет. Они, говорит, уехали за оборудованием, говорит, наверное. Люди предполагают, что отключение воды связано с обрушением грунта, которое тоже произошло вчера. Это, конечно, не так масштабно, как несколько дней назад на Иршово. Однако люди опасаются, что обрушение может пойти и дальше в сторону дома. В прислужбе водоканала объяснили, что просадка грунта произошла из-за течи водоводья 1987 года постройки. И заверили, что сделают все возможное, чтобы устранить аварию сегодня до 10 вечера. Артем Логвинов, Роман Фенин, Телеканал Эфир.